Я сделал ролик по Сталкеру. Ну, теперь можно поиграть в чё-нибудь другое. Бобос, нам нужен ещё Бобос. Пусть следующий ролик тоже будет по Сталкачу. Но ведь это уже самая настоящая дойка бабла. Ты пользуешься популярностью игры на территории СНГ, а это полностью противоречит принципам канала. Слышь, чел, скоро выходят новые консоли. Неужели ты думаешь, что кто-нибудь нам даст от машины на халяву, чтобы мы сделали максимально честный обзор? Ах да, наш канал прославился техноблогами и обзорами на такие популярные новинки, как Петька и Василий Иванович, Форза, эксклюзивы для PlayStation и прочие ААА и Гори. Ладно, я понял. Сегодня запускаю уже знакомую мне сборочку от Стасона и решаюсь попробовать поиграть за Монолит. Пока все бегают и присмыкаются в деревне новичков, пытаясь найти бомжатские артефакты, мы служим во имя Всевышнего блага недалеко от ЧС. Это место обитания монолитовской братьи, что оберегает это место от всех жадных и помешанных на бабле. А ну попи***ь мне тут. Кстати, эти монолитовцы очень любят ради фана устраивать кучу мала с мутантами. Вот вы смеетесь, но именно так свое свободное время проводят крымские татары. Нашего же персонажа мы назовем Мекола Говнов, потому что так куда хихишнее. Сама же игра начинается в неком актовом зале в ДК Энергетик, где некогда кружившие вокруг елочки дети совершают очень странный намаз. Вообще, к моему огромнейшему удивлению, в данной сборочке есть квестовая линия даже у такой странной фракции, которая, как бы это ни было странно, вызвала у меня некую симпатию. События всего и вся происходят уже после истории стрелка и прочего-прочего. Солдаты монолита перестали находиться под влиянием осознания и все равно продолжают служить чернобыльским масонам просто потому что... А что делать-то? Многие из них убили людей из самых разных группировок и прославились не самыми завидными достижениями. Поэтому им просто-напросто нет места в реальном мире, а сами ученые и масоны, возможно, не такие уж и плохие. По крайней мере, так хочется верить. А мне хочется верить, что когда-нибудь выйдет годный фалач, а не псевдоопок для дегенератов от беседки. Но самая очевидная причина преимущества монолита перед другими это братство. Мы тут все братаны и даже немного больше. Вся зона против нас, но уважение чужаков нам не нужно. Эти мародеры, бандиты, псевдозаконники, ЛГБТ и древние шизы нам вдруге не запишутся. Все они могут сколько угодно устраивать между собой батл рояль, пока мы можем устроить подобное в PUBG. Для тех, кто в танке, сидит в трусах до панамки и не в курсах, по PUBG состоялся долгожданный выход 8 сезона, доставивший ливень интересных плюшек. Начнем с того, что полностью переработали карту санок ради баланса, чисто эстетического удовольствия и банальной эволюции игры. Но будьте внимательны во время осмотра изменений, ведь мимо вас может промчаться грузовик полный ценного лута. Кстати, самым классным оружием сопротив него будет пронебойный пулемет MG3, а прочих игроков можно будет отвлечь ложной гранатой, имитирующей звуки стрельбы. Также с помощью боевого пропуска расплата тебе становятся доступными задания, выполняя которые ты обретешь до 100 разных скинов, раскрасок для лица и просто весело проведешь время. Ну и конечно же в игру добавлено множество гостовских обновлений, в виде интересных скинов, улучшенного интерфейса и более стабильной оптимизации. PUBG! Переходи по ссылке в описании под роликом, подписывайся на официальное сообщество игры PUBG уже сегодня! Мы в центре Припяти. Мекола Говнов желает стать полноценным членом братства, и поэтому его с одним лишь ножом отправляют убивать славянского Кирби. Братство, приятно, когда твои братаны проходят квесты за тебя. Можно даже сказать, тут я завел себе друзей. И точно, если у вас нет друзей в реальной жизни, то милости просим. Играя за монолит, вы можете ощутить недостающее братанское тепло, которое не сможете ощутить в реальной жизни, ведь мы живем в гомофобном обществе, где к отношениям того же Александра и Гефестиона относились бы с крестьянским осуждением. Но помните, дети, что точить шишку на представителей другого вида срамно и ксенофильно? Далее нас просят стать палачом пары свободовцев, но и тут братишки помогли мне. Пшш, осторожнее, брат, они работники аэрослота! Поражена! Обнаружи... Ой, опять идти этих зомбированных убивать. Конечно, они тип нейтральны к нам, но они тут-то-то там ходят и воняют говно и гнилью. Забавно, что зомбированные тоже, по сути, группировка. Правда, в самой войне группировок они никакой роли не играют, прямо как все остальные партии, помимо Единой России. Хотя больше всего зомбированные походят на электорат ядросов. А чтобы нас не посадили за эту политическую шутку, я специально уравняю ауру ролика шуткой про позиционеров. Когда я услышал про такого человека, как Грудинин, я подумал, что это рофельная кличка Навального. Пока таки гои срутся, сянет и таки смеются. На все квесты я стараюсь идти в компании своих товарищей, но исторически сложилось, что зона местоопасная, и поэтому работяги мрут как бибы. Одному ходить я считаю не камильфон. Допустим, сейчас я иду к отрубленному выжигателю мозгов. Зачем? Не важно. Двигаюсь я в компании моей маленькой армии, которой вполне будет достаточно, чтобы захватить какую-нибудь Мордовию или другую страну из мира The Elder Scrolls. Однако и они стали жертвой маленьких Крова и члена сосущих Ктулху. Кстати, о Ктулху я тут недавно месяц назад прошел с Тижен, и короче, игра огонь. Ролик по ней делать, может быть, и буду, а может, не буду. В любом случае, поиграйте сами. Может быть, и понравится. Типа это как фолочь, но в голове Лавкрафта. Правда, я так и не нашел там котенка. Впрочем, не важно. Короче, я задолбался вести тут околофилософские беседы про братство и верность. На самом деле, все это задумывалось ради ехидного компанейского геноцида, кого бы там не было. Чел, ты поаккуратнее, а то глядишь и... Блин, эх, прекрасная погода. Вроде бы бегаю по уже знакомым локациям, стреляю из знакомых пушек и занимаюсь тем, чем уже занимался. Ничего нового я для себя не получил, но почему-то я все равно получаю не то чтобы удовольствие, а скорее умиротворение. Боязнь для нового тому виной? Нет. Просто во время отпуска некоторым хочется возвращаться домой, а для таких как я дом, это вот такие игры. Тут вполне спокойно могла бы быть готика, аркс или же какая-то другая классика. Я колбасу запиваю энергетиками и продолжаю делать то, что делал уже много-много раз. Душой отдыхаю, но отдых не может длиться вечно. Вы же не можете бесконечно смотреть подобные ролики, склепанные чисто для галочки. Солидарностью и пониманием аудитории пренебрегать нельзя. Единственный контент, который я могу вам тут подать, это вот такие внезапные приколы. Мне всегда казалось, что Бюра лицом похож на анус усталой собаки. А вы знаете, что на самом деле этот ролик совсем не про сталкер? Давайте поменяем темп, манеру и тему повествования. Теперь этот ролик не про сталкер и маколу, теперь это техноблок. Nintendo Switch просто поразительная консоль. У нас есть дефолтный и лайт версия. Настя на своем Switch играет венебал кроссинг и пока что всё. А я же то и дело чилю в разнообразном дерьмице, как например Skyrim или Jensen Guns. Есть еще множество лицухнинки, но из-за малой аудитории на территории России их почти не переводят. А по вечерам не особо охота напрягать мозги, чтобы переводить порой не совсем уж простые текста. Короче, эта консоль никогда не будет у нас популярна. И слава богу. Посмотрите сколько картриджей. Многие ютуберы покупают машины, квартиры, вкладываются в биткоины и ездят за границу. А мы, посмотрите сколько у нас манги, комиксов и фигурок всяких. У меня на заказ всего этого нет времени, поэтому обязанности Задротского завсклада легли на плечи Насти. Спасибо ей за это. Вот куда уходят здесь бабосы рекламы. Да, да. Особенно вот на вот эти вот книги. Вы посмотрите, вот вах, да, Pathfinder, мы даже еще... Я на компе-то эту срань еще не прошел, вы понимаете? Вы понимаете? Столько манги, дневник будущего. Я посмотрел аниме, говно аниме. Дебилой. Это вообще какой-то аяш. Вот, да, вот город кислоты. Настоящая мужицкая манга. Вот покажи поближе. Настоящая мужицкая манга. Вот кто-то скажет то, что вот эта классная коллекция, там, Ведьмака, Властелина, Колец, или еще чего-то. Нет. Самая настоящая коллекция, которой стоит гордиться, это знаете что? Во! Я опознаю мир! Мы еще не все, конечно, книжки собрали, но потихонечку все к этому идет. Во! Ля! Да, нельзя, Фень. Там алкоголь, нельзя. Ну что, ты довольна? Феня? Феня! Тут как бы у нас в основном Xbox One, Xbox 360, Wii, Wii U, PlayStation 3. Внезапно ни с того ни с сего, да? Так, сейчас я вам допустим, да, вот киллзоны, ну, как бы, ну. Сейчас, подождите. Сейчас, подождите. Сейчас, подождите. Сейчас, подождите. Сейчас, подождите. Сейчас, подождите, подождите минуточку. Да, блин. Ща. 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 One eternity later. Сам последний диск сейчас будет. Да, вот, Metal Gear. Вот, покажи меня. Не дождетесь! Не дождетесь! Все. Как бы, вот тут у нас Wii U, Xbox One X, да. PlayStation 3. Тут у нас всякий вставчик, то есть, DS-ка там, киберпанковский. Этот самый. Супер Нинтендо. Супер Нинтендо Мини. Обычное, обычное Нинтендо Мини. У нас даже PlayStation есть этот. Есть у нас еще Xbox 360, но он сюда не поместился, так что... Потом еще в ближайшее время закажем GameCube. PlayStation 2. Желательно, конечно, еще оригинальную PS-ку первую. И сделать предзаказ. И сделать предзаказ, конечно же, новых консолей. Еще GameWatch хочу новые. GameWatch, обязательно. По возможности еще взять всякие Nintendo 64. Оригинал, но это уже второстепенно, как говорится. Главное, для будущих роликов, если что, взять GameCube, PS-ки и, ну, вы поняли. В итоге взял... В рот! С нынешним бюджетом только в рот и остается. Так, чтобы еще обозреть. Ах, да. А давайте я сделаю небольшой обзор на Beastress. Месяц или два назад мы глянули первый сезон на Netflix. И с уверенностью могу сказать, что люди, ставящие Легаси Сенаву, куколды, а те, у кого встал на крольчиху, не уверены в себе зоофилы. Я открыл для себя новую любимую музыкальную группу. У меня есть машина! Готовоз! Она засет говно! Как пыль поясос! Возвращаемся к сталкеру. С отрядом молодцов я двинулся в сторону уже самого ЧАЭС, просто чтобы лично поглядеть на Монолит. Там, конечно, уже не было каких-либо враждебных солдат, и лишь спектральные духи бились обренное тело Мэколы в надежде устроить анальный кок-энд-болл-торчер. Дорогие интернет-зрители, вот он Монолит. В первые часы игры. С большущим любопытством я помчался к нему, дабы узнать, что будет. А будет... Это. Имеется возможность загорать желания, но, как и в оригинале, они с заковыркой. Я пожелал богатства, и Монолит буквально вручил все предметы, существующие в игре. А дарил предметами на почти что две тысячи килограмм. А еще плюс лишил возможности все это выкинуть. Ходят легенды, что Мэкола до сих пор стоит рядом с Монолитом. И смотрит в голубое небо. Над зоной начались дожди. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok